Здравствуйте, мои дорогие и любимые Стрельцы! Это ваш Таро Прогноз на ноябрь 2022 года. У меня сегодня для вас 6 колод, и мы с вами будем начинать с первой колоды. Называется она у нас Таро Золотого Искусства. Вот такая вот колода. Ну что, приступаем к тасову карты. Что ждет наших дорогих Стрельцов в ноябре месяце? Какие события могут произойти для вас? Что Вселенная захочет вам подсказать? И вообще, что вам нужно знать для ноябрь месяц? Карта Звезда! Карта Звезда! Здесь, знаете, исполнение желания дотянуться до вашей звезды. Стать этой яркой звездой в этой карте. Потому что здесь есть вера, вера в себя. Да, ваши надежды какие-то оправдаются здесь. Потому что человек надеялся, он верил. Он верил в свои способности, он верил в свои силы. Он верил и знал, он был уверен, что у него получится. Он стремился, он шел. Он шел, достигал свою цель. Да, шел к своей цели и реализовывал. Реализовывал свои какие-то идеи, свои мысли, свой план. Да, он дотянулся до этой звезды. Или, может быть, знаете, если вы занимаетесь, может быть, каким-то онлайн-бизнесом, может быть, вы блогер по профессии, то здесь вы станете яркой звездой, станете этой звездой известной, популярной. Да, прославитесь. Это карта еще успеха, удачи, везения. Потому что здесь произойдет все то, что вы задумали. Или, может быть, если это не связано с вашим желанием, может быть, у вас появится мечта и желание, и вы будете идти строить какой-то план, идти к своей цели. Сейчас вытащим еще одну карту и посмотрим, чем это может быть связано. Поменяется ли у нас трактовка этой карты. Колесо фортуны, старший аркан. Посмотрите, два старших аркана подряд. Колесо фортуны – исполнение желания, дорогие мои, потому что здесь именно поворот событий, да, неожиданный поворот событий. Наконец-то это колесо закрутится, наконец-то это колесо, знаете, сдвинется с места, потому что это прогресс, это успех, это везение, это везение во всем, это удача, это какие-то достижения, да. Это у нас еще карта Юпитера, планета Юпитер. Юпитер у нас любит все расширять, увеличивать, давать нам какие-то такие сюрпризы, дарить нам подарки, да, показывать нам дорогу, где мы сможем что-то поменять, улучшить в своей жизни. Поэтому здесь произойдут такие неожиданные сюрпризы. Ну, это такие хорошие сюрпризы, да, в позитивном смысле. Вот, также эта карта еще может быть связана с эмиграцией. С ПМЖ, с вывезами. Здесь что-то может быть связано с заграницей, может быть, с переездом, может быть, кто-то будет оформлять, сделать, или уже начал делать, и, может быть, немножечко что-то затянулось, или ждал человек. Был такой момент, период ожидания. Наконец-то человек получит, ну, новости, что-то сдвинется, разрешится. Может быть, это визы, ПМЖ, паспорта, гражданство, переезды, да, что-то связанное с заграницей. Вот здесь вот все сдвинется, получится, да. Вот, потому что здесь карта звезда, как-никак, да. Поэтому здесь какие-то вопросы решатся, все получится. Здесь еще может быть и переезд. Но здесь даже если человек сменит место жительства, то здесь именно как будто переехать с квартиры в дом. К чему я это говорю? Это как увеличение жильной площади. Помните, я вам сказала, что Юпитер любит у нас все увеличивать. Поэтому он любит у нас расширять все. Поэтому здесь будет именно расширение. Расширение горизонта, расширение прогресса. Поэтому здесь как бы двойной результат, можно сказать, вот так вот. Потрясающий расклад, начало расклада. Поэтому здесь исполнение желания уж точно, везения и успехов. Так, двигаемся дальше, стрельцы. Уберу следующую колоду. И у нас на сегодня следующая колода. Это у нас повседневная таро ведьмочек. Тасуем карты. Смотрим, что наши ведьмочки подскажут вам. Десятка, десятка жезлов. Здесь как будто человек нагрузил себя. Очень много ответственности, да. Но здесь как будто еще, знаете, человек стремился, он шел очень долго. И здесь, наконец-то, может быть, завершение. Завершение чего-то, каких-то дел, какого-то проекта. Ну, здесь в зависимости от вашей ситуации, естественно. Поэтому я предоставляю несколько вариантов. Пожалуйста, берите то, что резонирует с вашей личной ситуацией, да. Потому что не забываем, что это общий расклад. Вот. Поэтому здесь именно как будто по десяткам еще может быть кульминация, завершение. Завершение проекта, как я сказала, или завершение чего-то, над чем вы работали, да. Вот. Смысл в том, что здесь что-то закончится. Но здесь человек в то же время может быть еще проиграться для кого-то, где человек нагрузил себя очень много ответственности. Человек уже не видит, куда он идет. И здесь он, может быть, пообещал слишком многого, да. Но не успевает все сделать сразу. Вот. Здесь немножечко нужно будет разгрузиться, потому что он не видит, не видит свой путь, куда он идет. Здесь нужно, может быть, делегировать или пересмотреть то, что он делает. Но в то же время человек боится. Боится потерять контроль, потому что он считает, что лучше он возьмет ответственность, потому что он сделает это лучше. Он сможет это сделать быстрее, например, да. Может быть, так и есть. Да. Может быть, это так и есть. Но это может среагировать на ваше здоровье, отразиться на ваше здоровье, да, Поэтому здесь лучше, наверное, скорее всего, не тянуть эту ножу на себе, попросить помощи или делегировать, или пересмотреть то, что вы уже делаете. И, как я объяснила первый вариант, здесь может быть как завершение. Человек очень долго шел к чему-то, работал не покладая рук над чем-то, ну, наконец-то он дошел до этой цели. Но здесь это было нелегко, это было сложно, потому что он именно, знаете, тянул что-то на себе. Вот так вот. Но в итоге он просто устал. Да, он весь измутанный. Вот такие несколько вариантов. Сейчас вытащим еще одну карту. Посмотрим, как мы будем трактовать дальше. Пятерка, пятерка мечей. Здесь как будто, знаете, конфликтная ситуация, спора, некомфортная ситуация была, напряжение здесь. Каждый стоял на своем, разногласия, было спора. Постоянные какие-то были скандалы, может быть, да. Или, может быть, это была внутренняя вражда, когда человек сам собой ругался за что-то, винил себя в чем-то, да. И именно что-то, может быть, связанное было с прошлым, как будто человек не мог отпустить это. И он постоянно, может быть, винил себя, это постоянно ему мешало, он поэтому враждовал собой. И тогда здесь, может быть, это как завершение, наконец-то человек смирился, или какие-то скандалы, или споры с кем-то закончились. Или какая-то конфликтная ситуация с кем-то закончилась. Или, может быть, некомфортная ситуация, напряжение, в котором вы находились, наконец-то завершится, закончится. Так, двигаемся дальше. Следующая колода у нас с вами на сегодня, это у нас зеленые ветвочки. Вот такая вот колода. Королева, королева Пентаклей, стабильная финансовая ситуация, вам комфортно, вам комфортно то, что у вас есть. Вы наслаждаетесь. Такому человеку очень важно чувство безопасности, изобилие, стабильный доход, недвижимость, или какие-то ценные покупки. Может быть, для кого-то траты какие-то. Потому что, посмотрите, человек доволен. Он сидит, он наслаждается то, что у него есть. Или, может быть, будете обсуждать ваши финансы с кем-то, разговаривать. Может быть, решать финансовые вопросы. Или, может быть, здесь еще как, знаете, не как вопросы, а как, может быть, инвестиции, или ваши доходы, ваши приходы. Здесь по этой карте как будто просчитать, проанализировать, что вы тратите, какие у вас доходы. Может быть, потому что вы хотите сделать какие-то инвестиции или ценные покупки в дальнейшем. Потому что здесь именно человеку важно. Важно, чтобы он полагался финансово только на себя, рассчитывал только на себя. Может быть, вы считаете, что это вообще не связано с вами. Это вообще не относится к вам. Вполне возможно. Потому что тогда здесь еще один вариант может быть, где здесь именно как будто вы надеетесь на чью-то финансовую поддержку. Полагаетесь на чью-то финансовую поддержку. Это может быть один из знаков земной стихии. Это может быть телец, козерог или дева. Может быть, такой человек будет участвовать, принимать участие в вашей жизни в ноябре месяце. Может быть, вы рассчитываете именно на него, на финансовую какую-то поддержку. Сейчас вытащим еще одну карту и посмотрим, как мы будем трактовать дальше этот вариант. Король. Король мечей. Король мечей здесь как будто, знаете, нужно будет что-то проанализировать, обдумать, взять совет. Взять совет, может быть, у какого-то специалиста. Может быть, на самом деле это вы, где у вас стабильная финансовая ситуация. И здесь, может быть, нужно будет пообщаться с каким-то специалистом. Знаете, принять решение, построить какой-то план. Может быть, будете подготавливаться, если у вас свой бизнес, к налоговой инспекции. Или общаться с вашим бухгалтером, да. Или брать какой-то совет у вашего бухгалтера. Потому что здесь именно как будто, знаете, проанализировать, обдумать, построить спраунт, прокоммуницировать, что-то узнать, что-то написать, подготовить какие-то документы. Может быть, нужно будет взять какой-то совет у юриста, может быть, да. Потому что... Или, может быть, у специалиста какого-то. Это в зависимости от вашей ситуации, да. Да, что... Какой специалист будет важен вам. Подходит, вернее, к вашей ситуации, да. Хочу вытащить еще одну карту, потому что это еще, может быть, женщина с мужчиной будет принимать участие. Или не обязательно это мужчина, хоть это и король, это может быть и женщина. Просто она будет мужской энергетикой, да. Сейчас вытащим. Потому что здесь как будто стоит над чем-то задуматься в плане финансов. Девятка. Девятка мечей. Но здесь какие-то переживания. Здесь как будто человек сам себя убеждает, настраивает, расстраивается, плачет. Может быть, мысли не дают покоя. Но здесь думает очень много по ночам. Но здесь именно как будто, может быть, знаете, он сам себя настраивает просто на это. Он настраивает себя на худшее. Или он внушает себе какие-то негативные мысли, может быть, по этой карте. Может быть, не все совсем так плохо. Да, ну, просто так мы люди, да. Мы любители внушать себе что-то. Мы любители раньше времени начинать переживать. И мы любители, знаете, все время думать о плохом, а не о хорошем. Поэтому не всегда мы сразу начинаем. Первые мысли в нашу голову всегда приходят негатив. Поэтому здесь немножечко может быть вот такая ситуация, да, где человек переживает. Но мы сейчас вытащим еще одну карту и посмотрим, чем же это закончится. Карта сила. Карта сила. Здесь не стоит переживать абсолютно. Потому что здесь эти переживания, эти слезы, эти какие-то, знаете, убеждения ваши, пожалуйста, их уберите. Потому что здесь это заканчивается карта силой старшим арканом. Потому что все вы осилите, все вы сможете. Это потрясающая карта на финансы. Да, это везение, это удача, это успех. Это человек берет контроль. Он управляет, он действует, он приструнит любого льва. Да, все пойдет так, как он задумает. Все пойдет по его плану. Вот. Потому что это удачная карта на все. Потому что вы сильнее, чем вы думаете. Здесь вы осилите любую ситуацию, преодолеете любые препятствия. Поэтому здесь это просто, знаете, переживание. Заниматься будете самовнушением, самоубеждением. Вот. Что-то будете настраивать, может быть, себя немножечко на негатив. Или негативно думать. Но не нужно, не нужно будет переживать. Потому что все закончится очень хорошо. Так. Двигаемся дальше. Следующая колода у нас с вами на сегодня. Это у нас Эдгар ООО. Вот такая вот колода. Ну что. Сосуем эту карту. Колоду, не карту. Я уже заговариваюсь. Не обессудьте. Карта Мир. Карта Мир. Старший Аркан. Здесь завершение. Завершение какого-то цикла, какой-то ситуации. Здесь вы уже отправитесь в путь. Да. Потому что здесь как будто человек перейдет на другой жизненный этап. Да. Один цикл завершается. Второй тут же начинается. Да. По этой карте. Это еще карта у нас поездки, переезда, иммиграции. Опять-таки что-то связанное может быть с ПМЖ, с гражданствами, с визами, оформлениями, что-то за границей, да, по этой карте. Поэтому здесь как будто человек примет решение. Может быть, кто-то, знаете, работает, например, стабильная ситуация, но человек решит уйти. Может быть, захочет открыть свое дело, свой бизнес, и он будет это открывать в другом городе. Или он захочет переехать и это делать в другом месте, да. Вот такая вот карта. Или, может быть, здесь человек решит выйти на пенсию. Или, может быть, здесь длился какой-то разводный период. Очень долго длился. И здесь, наконец-то, эта тема завершается. Или человек разводится, но тут же начинается новое отношение. Знаете, просто завершение одного цикла. Человек тут же начинает новый цикл, переходит на другой этаж своей жизни, да. И он начинает там делать что-то другое уже. И это, может быть, вполне возможно, что новый этап в вашей жизни будет связан с переездом, с эмиграцией. Или, может быть, начнете с путешествия, по крайней мере. Вот такая вот карта. Но мы сейчас вытащим из этой колоды еще одну карту. Мы посмотрим, с чем это может быть связано. Поменяется ли трактовка. Этой карты. Восьмерка. Восьмерка Пентаклей. Да, потому что здесь как будто что-то завершится. И здесь как будто, знаете, финансы могут перейти на другой уровень. Или человек, может быть, будет вкладываться в себя, в свои знания, обучаться каким-то знаниям нам здесь, навыкам каким-то, вернее, да. Вот. Или, может быть, здесь вы умеете что-то делать. И, может быть, захотите работать на себя. Получите какого-то клиента, появится какой-то клиент, да, который вам заплатит больше, лучше. Потому что здесь вы специалист, да, вы умеете, вы знаток своего дела, вы мастер. И поэтому здесь человек именно будет зарабатывать то, чем он может, да. У него есть уже что-то, у него есть какие-то способности. Поэтому здесь финансы могут перейти на другой уровень. Может быть, уже, знаете, закончится какая-то такая полоса, где была нестабильность, может быть, да. Или, может быть, с завершением чего-то это приведет вас к финансам. Здесь человек будет зарабатывать больше, лучше. Или, может быть, вам заплатят. Наконец-то, может быть, вы ждали, вы сделали какой-то проект, вы ждали. Был период ожидания денежек каких-то. Это, наконец-то, вам заплатили. Этот этап закончился. Этап ожидания завершился. Денежки получили, да, за пройденный проект или за пройденную работу. И за то, что вы делали, да, допустим. Вот такая вот карта. Так. Следующая колода у нас с вами на сегодня – это Таро Провидцев. Шестерка. Шестерка Пентакли. Если есть вопрос, получу ли я какую-то сумму денежек в ноябре месяце, да, получите. Потому что здесь именно происходит обмен, где вы оказывать будете какие-то свои услуги, и вам за это будут оплачивать. Денежки здесь приходят легко, но также легко тратиться. Это еще может быть карта алиментов, где здесь регулярно, может быть, либо вы будете выплачивать, да, потому что, может быть, вы мужчина, может быть, вы будете выплачивать своей бывшей, или, может быть, вы наоборот, где вы будете получать регулярно бывшей, бывшего сумму денежек, да. Или, может быть, здесь будете тратиться на своего ребенка, может быть, ваш ребенок попросит финансовой поддержки, и здесь вы будете оказывать эту финансовую поддержку вашему ребенку, тратиться на ребенка, будете на его обучение и на еще какие-то вопросы, да, будете решать. Сейчас вытащим еще одну карту. Девятка чаш, девятка чаш, вы будете на седьмом небе от счастья, вы будете наслаждаться, наслаждаться результатом, которого вы получите, да, по этой карте. Это исполнение желания, это внезапно что-то с вами произойдет, чего вы не ожидаете, может быть, внезапно получите какую-то сумму денег, да, и просто не ожидаете этого, вот, потому что это может быть что-то связанное с финансами, получениями финансов, да. Потому что здесь именно человек очень рад, он доволен, он доволен своим результатом, своими достижениями, он делится, он счастливый, это карта счастья, радости, это карта эмоций. Ну, это такие, знаете, очень потрясающие эмоции, потому что здесь только эмоции радости и счастья. Человек гордится, гордится собой, он делится, он будет делиться с окружающими. Посмотрите на меня, у меня получилось, я достигла, я достигла своего, это карта успеха, удачи, везения. Или, может быть, будете праздновать ваши какие-то достижения и успехи здесь, да. Ну, это очень-очень потрясающая счастливая карта, потому что здесь могут быть поворот событий, если здесь что-то внезапно произойдет, да, чего вы даже не ожидаете. И последняя колода, дорогие стрельцы. Здесь мы возьмем с вами мистические моменты, второго мистических моментов. Вот такая вот колода. Король чаш, король чаш, здесь эмоции, знаете, будете делиться, делиться и разговаривать, может быть, по душам с кем-то, может быть, такой человек будет принимать участие в вашей жизни, может быть, он один из водной стихии, здесь может быть, знаете, рак, скрипион или рыба по гороскопу. Здесь, может быть, нужно будет разговаривать по душам, может быть, поедете куда-то, может быть, пойдете к врачу на прием, может быть, будете общаться с психологом, может быть, вы сами выступите в роли психолога, может быть, это ваша профессия, может быть, вы врач по профессии или психолог, да, где здесь вы будете, может быть, заботиться о ком-то, любить, оказывать теплоту, дарить внимание, сострадание, взаимопонимание здесь может быть, или наоборот, где вы это будете принимать от кого-то, да, или, может быть, здесь интуиция будет очень сильно развита, но здесь как будто вы отправитесь, отправитесь куда-то, может быть, к морю, поедете куда-то, куда-то ваш кораблик поплывет здесь, вот, ну, и здесь такие очень эмоции, знаете, эмоции радостей, сейчас вытащим еще одну карту, может быть, это ваш партнер, да, может быть, с вашим партнером куда-то поедете, или, может быть, вы к партнеру поедете, потому что, помните, у вас в раскладе вначале было колесо, поездка, может быть, и у вас еще карта Мир Старший Аркан договорил. Девятка, девятка мечей. Девятка мечей здесь человек опять переживает, думает, размышляет, может быть, волнуется, может быть, говорит, как что-то получится, или сложится в какой-то ситуации, или, может быть, человек боится, потому что, может быть, на самом деле здесь это ваш партнер, да, но человек боится, что его ранят, потому что с ним, может быть, произошло что-то в прошлом, и он постоянно страхуется, боится, потому что думает, что опять ситуация с ним повторится, да, потому что здесь немножечко недоверие, страхи, человек закрывает себя, он немножечко нервничает, переживает, думает, у него есть напряжение, да, здесь по этой карте. Сейчас вытащим еще одну карту, уточним. Паш, здесь Паш у нас, Паш Мечей, здесь, может быть, какие-то новости, оформление документов, может быть, будете изучать, обучаться каким-то навыкам, может быть, на самом деле здесь вы захотите, примите решение обучаться, начать обучаться чему-то, да, может быть, тогда по Королю Чаш, здесь будете обучаться творчеству или каким-то таким знаниям, да, связанным с эзотерикой, может быть, астрология, таро, может быть, вас талант, может быть, вы ясновидящий или ясновидящий, или, может быть, вы занимаетесь Chinese, да, например, и здесь человек, может быть, будет обучаться каким-то таким навыкам, но здесь он просто переживает, боится, получится ли у него или нет, есть ли у него такие способности или нет, сможет он или нет. Вот такая вот какая-то ситуация может быть. Или, может быть, здесь получите какую-то новость или будете оформлять какие-то документы, связанные с вашей поездкой, например, да. Здесь тогда просто опять-таки будете переживать, задумываться, волноваться. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие цельцы. Я вам желаю потрясающего ноября, счастья вам, здоровья, успехов, достижений, прогресса, исполнения желания, все благ, чтобы в ноябре месяце вы только вот так вот радовались, чтобы у вас исполнялись ваши желания, происходил прогресс, все шло по вашему плану, и чтобы вы стали вот этой звездой, чтобы вы сияли, чтобы вы горели очень ярко, и вам потрясающего солнечного настроения, море вам энергии в ноябре. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, я буду очень благодарна, если вы подпишетесь, заранее благодарю вас за вашу поддержку. Большое вам спасибо за ваше внимание, удачи и успехов в ноябре. До скорых встреч. Пока-пока.